МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту актрису боготворила вся театральная Москва. Каждая её роль, каждый выход на сцену становился событием. Она отдавалась игре без остатка и очень быстро сгорела. Счастливая была судьба, конечно, потому что она всё равно успела много и вот осталась как комета. Какая-то, вы знаете, действительно легенда. Вот то, что не хватает нам сегодня, потому что сегодня, ну, я, наверное, не знаю, может быть, по-стариковски, брюзью несколько, да, но у нас нет сейчас легенды. Она ушла из жизни в 62-м году. Ей было всего 37 лет. Но коллеги и зрители, видевшие её на сцене, до сих пор помнят эту актрису. Помнят Людмилу Фетисову. Её боготворили, говорили одно и то же. Ой, какая мама, какая великая красавица, какая личность, ой, какая трагедия, божья какая-то трагедия. И простые, и в глубинке, и элита, так называемая, так сказать, они любят слово, ну, те, кто бомонд, как теперь говорят, известные артисты, режиссёры. Всю свою жизнь Людмила Фетисова посвятила Театру Советской Армии. На этой сцене она сыграла огромное количество громких ролей. Афиши с её именем неизменно гарантировали аншлаги. Ведь её же переманивал, он был в неё просто влюблён. И даже был не рад, что есть папа мой. Тоже не последний режиссёр Георгий Товстаноков. И уже тогда, чувствуя, что у неё не складываются дела, предлагал нам переехать на Невский. Ну, вот мне это не говорил, но это факт. Она как комета, она пролетела, вспыхнула, и оставив совершенно неизгладимый след. Но изначально театральная карьера Фетисова и складывалась непросто. После окончания театрального училища она мечтала работать в театре имени Вахтангова. Но её туда не приняли. Я уж не буду говорить детали, почему её не взяли в Вахтангский театр. Она была очень честной, чистой. Ну, там кое-кто как-то к ней приставал, она послала. Она это делала всегда. Цельный человек, цельная натура. Она не могла размениваться. У неё было так, белая, чёрная. Не просто складывалось всё и в театре Советской Армии. В первые годы после поступления в труппу Фетисовой не только не давали ролей. Постоянно вставал вопрос об её увольнении за профнепригодность. Она поступила в театр Советской Армии. Её приняли очень мощно. И она там пропадала. Каждый год её собирали сократить. Она плакала, переживала. То есть не знали, что с ней делать. Но чувствовали, что это что-то особое. Фетисовой помог случай. Ставили спектакль под названием «На той стороне». Одна из актрис, занятых в нём, заболела. Срочно требовалась замена. И режиссёр решил попробовать Людмилу. Какая-то была замена, как бывает в театре. Кто-то заболел. А был такой, говорят, потрясающий боевик. На сцене, да, театра Советской Армии. На той стороне. То есть люди смотрели, открыв рот. То есть челюсть упиралась в живот. Ну, было не то, чтобы говорить, потрясающий спектакль. Но он был лихо сделан. Вот хорошее слово. Лихо сделан. То есть смотрели на одном дыхании. Ну, и Люся. Люся там, ведущий режиссёр, которая, значит, говорит, я хочу попробовать с Фетисовой. После премьеры имя Людмилы Фетисовой было у всех на устах. Сыграв даже небольшую роль, актриса сумела показать свой талант и неординарность. Фетисова попробовала, проснулась знаменитой. О ней заговорила Москва. Это, я не знаю, там была ли большая роль, но это, конечно, не давным-давно там её, не барабанщица, не фабричная девчонка, но какая-то роль. Она такая, не последняя. Может быть, даже большой эпизод. Там, по-моему, фамилия Беляева была. Это персонаж, да, это уже не имеет значения. Эта пьеса тоже была, не дай бог. Вот вытаскивала вот такая, как Фетисова. Она проснулась знаменитой. Одной из самых ярких работ Фетисовой многие называют роль разведчицы Нилы Снежко в спектакле «Барабанщица». Она сыграла барабанщицу. Вот, это уже я был у неё внутри, когда она репетировала. И сыграла так, что была конная милиция у Новослободской. Все ходили. Время Людмилы Фетисовой я слышала, ещё учащись в школе. И нашумевший спектакль «Барабанщица» мы обсуждали очень. Да. Вот маленькими девочками мы очень обсуждали. Это можно было вытянуть только талантом Люсии. И после неё долго не решались играть. Потому что пьеса, конечно, вот сейчас она была по радио, вот, я тут опять организован, и люди там были, отклики. Опять же, голос потрясающий, потрясающий тембр. И когда она поёт, там мы шли под рух от канонады, все это не могут слушать. Ради Бога, запомните то, что я вам сейчас скажу. Ну что такое-то ещё, брат? Я люблю вас. Да, люблю. Если говорить о том тексте, который она произносила, это можно только на таком таланте вытянуть. Потому что, ну, сейчас это уже не слушается. А прошло не так много времени. Спектакль «Барабанщица» был даже скандальным. Ведь в одной из сцен Людмила Фетисова практически в одном купальнике танцевала на столе. Там была одна пикантная сцена. Когда она танцует на столе, ну, тогда это считалось полуобнажённый вид. Это было на грани дозволенного. И уже скоро говорили, когда папы шли вот здесь, вот в этом районе, где-то они же жили здесь, на Тверском, Фетисова, Фетисова. Ну, она ещё была красивая, но, знаете, там, красивая-красивая на сцене, но надо играть. И она играла. Потом в прессе писали, что своей игрой Фетисова дала жизнь двум драматургам. Афанасию Солынскому, автору той самой «Барабанщицы» и Александру Володину, написавшему пьесу «Фабричная девчонка». Это были где-то 50 какой-то год. И его никто не брал в Москве. Он был в гимнастёрке. Пришёл и стучил уже к Фетисовой, уже к такой а-ля легендарной. Тогда уже они все говорили, Фетисова, Фетисова пьесу. Папа почитал, говорит, это нельзя играть. Утром просыпается, входит в гостиную, рыдает Фетисова. Люся, что такое? Прочитала пьесу «Фабричная девчонка». Он говорит, играй. И она сыграла так, что все заговорили и пошли дела у Володина. Особо тёплые отношения сложились у актрисы с Алексеем Поповым, который много лет руководил театром Советской Армии. Она доверяла ему как отцу, а потому его смерть стала для Фетисовой настоящим ударом. Алексей Дмитриевич Попов, выдающийся режиссёр, смерть которого добила Люсю, его там ужасно убрали, и Люся потом год вот и жила без него, и тоже умерла. Чем ярче дар, тем тяжелее расплата, когда на дно утаскивает круг. Держать удар с рассвета до заката и среди ночи пробуждаясь вдруг. Да ты и сам не рвёшься из-под пресса, и почему-то окрыляет гнёт так летом близость липового леса. Пчелиный рой толкает на полёт, талант и рай вручаются без блата, а это значит, повезло тебе, но станешь ты персоной нон-грата, как в государстве, в собственной судьбе. Людмила Фетисова славилась своей необыкновенной красотой. Современные журналисты нередко сравнивают её с Элизабет Тейлор. Она была такая, говорят, очень красивая, но как-то так, в общем, красила, так сказать, очень мало себя красила. Какой-то такой накраб вызывающий был, она протестовала. Хотя была такой, большой ребёнок. Красавица она была необыкновенная. Обаяние у неё было. Женская природа была потрясающая. Ей очень много природы дала. Очень много. У Тейлора это тоже было. Фетиса, во-первых, в кино не снималась, тем более в Голливуде. Вот типичная голливудская актриса. По внешнему, да, по всему, и по темпераменту. Красоту Людмилы заметили рано. Когда она была студенткой театрального института, ей нередко предлагали работу манекенщицы и фотомодели. Она подрабатывала из-за данных внешних фигур. Она тогда в доме модели, но не в доме модели, она отказалась, чтобы не ходить. Она уже тогда была цельная, такая, слишком, может быть, целомудренная, это я не знаю, зачем надо. Но она, в общем, в журнале «Советская мода» она снималась в платьях, в модных, и ее поклонники потом некоторое платье ей отдавали. Привлекательность актрисы оценил и всемогущий Лаврентий Берия, который славился своей слабостью к женщинам. Но Фетисова смогла дать ему отпор. Это же не легенда, это действительно правда, что Берия от нее отскочил, как ошпаренный, потому что она сказала, что за хам. Это в то время сказать Берию. То ли он не слышал, то ли он уже узнал, то ли она подействовала своим влиянием, красотой, обошлось. И Люся, когда об этом рассказала, там папа был в шоке, что сейчас все кончится, я бы не родился, она так умерла, я сказала то, что думала. Все. Вот так Люся и ушла. То есть могло всей семьи не быть. Всю жизнь Людмила Фетисова любила только одного мужчину, Льва Таратуту. Уже на третьем свидании она поняла, что хочет прожить с ним всю жизнь. И практически сама сделала ему предложение. Тут они буквально где-то в гостях, через буквально две встречи, говорит, Лева, я завтра скажу маме, что я выхожу за тебя замуж. Все просто. Так все это началось. Безумно любила своего мужа Сережиного отца. И очень много ему дала, несмотря на то, что прожили они короткую часть жизни. Лев Таратута был заядлым театралом, настоящим ценителем искусства. И Фетисова всегда очень переживала, когда ее супруг сидел в зрительном зале во время ее спектакля. Мама патологически боялась, когда он в театре. Даже просила, да, у нее покрывалась она пятнами. Вот это даже у моего сына есть, это перешло, он когда волнуется, тоже покрывается пятнами. Ну, такое волнение, такой вот тип человеческий. И она безумно боялась, когда Лева в зале. Он пробирался, пропускали там его поклонницы, билетерши. Он все-таки был и красивый, и все. И говорили, Люсенька, нет, Лева. У нее, как у всех, ну, я не боюсь сказать, гениальных исполнителей, у нее всегда была какая-то неуверенность в себе. Они всегда неуверены. Им все кажется, что что-то не получилось, что-то, что-то не произошло. Вот можно было бы лучше сделать какой-то эпизод, какой-то кусок. Но я считаю, что это только какие-то вот ее были субъективные ощущения. Семья для Фетисовой была главным приоритетом. Она не принимала участия в богемных посиделках и избегала торжественных мероприятий. Всегда спешила домой, особенно, когда родился сын Сережа. Она приходилась после тяжелейших репетиций или спектаклей и, простите, мыла полы и кормила Сережу грудью до ну, до года это точно. Очень долгое время. И готовила мужу еду. Она, конечно, не разменивалась. Она все время в дом спешила. Она всегда говорила папе, Левушка, хорошо дома. Она абсолютно была вот не как звезда. Вот тоже деталь. Это всех тоже поражало. звезда абсолютная. Ну, кого никто не спросил, он афетист. Но, с другой стороны, она была очень домашняя и потрясающей хозяйственной. Она была идеалом. И отношения были идеальными. Семья была. Потрясающая была атмосфера там в семье. Ведь недаром, сколько прошло лет, ее имя это святыня было. И для Льва Семеновича, и для Сережи. Фетисова умерла, когда ее сыну было всего четыре года. У Сергея сохранились лишь смутные воспоминания о матери. Но боль ранней утраты до сих пор живет в его сердце. Это был шок в Москве. И ну, вот так вот. Я поэтому все это собирал, впитывал. и умные люди, которые окружали меня помимо папы, они говорили, вот так же и папе говорили, что Сережа говорит, вот то, что у него вот такая трагедия с Люсией, и то, что он необычный, то, что он проводит детство в деревне, это не может не сработать. Потому что вот в каждом серьезном творчестве должна быть трагедия вначале. Вот она была примером, она действительно была примером того, как надо, как надо жить в искусстве, как надо жить с людьми, среди людей. Ведь недаром, когда она умерла, вся Москва скорбела. Вот через стихи в 80-е годы я стал видеть маму. Вдруг вот как кадры стали проявляться Люси. Вот история там, по-моему, на кухне, когда она приезжала поимениться, вот. И вот это тоже мне помогло ее восстановить. Сережа умница. Он великолепный сын. Я таких детей я не видела. Он все время, он Люся, вот обида, что так вот он остался один в четыре года, обожествляет ее. И очень хочет, чтобы они знали. на могиле матери актрисы, прожившей 37 лет. Ни концап, ни края мечте, но написано на гранитной серой плите Эл-Фетисова умереть, к тому же весной, дождь, процессия. Возраст выдался роковой и профессия. понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и обратно жизнь никогда не попятится, новодевичье, мокрый снег, не погодится, и молчит средь крестов коллег Богородица. Фетисова была исключительно театральной актрисой. Она не сыграла ни одной роли в кино. Предложений поступало много, но Людмила их отвергала. У нее была, даже стыдно говорить, косинка, которая называлась «Очарование». Она была просто киношная, безумно автогеничная, но самое главное было дело в Люсе. Она отказывалась от съемок, как будто думала, что будет жить долго. Ее не устраивало много. У нее потенциал был потрясающий. Я считаю, что ей было подвластно все, даже судя по тому скудному материалу, который мы имеем. Приходили сценарии, вот они с папой так выкидывали. Конечно, если бы она снялась, мне было бы совсем просто. Потому что она продлила бы жизнь фильму, и мне было бы изначально проще о маме это все сделать. Я не жалуюсь, мне и так все получилось. Боязнь потерять себя в профессии и что-то упустить. Потому что все-таки кино это немножко трудно. Один известный режиссер много позже признался Сергею Таратуте, что просто побоялся пригласить Людмилу Фетисову в свой фильм. Хотя был уверен, что роль она исполнит гениально. Он сказал, я мечтал снять твою маму, но я боялся, что одеяло будет на ней. Вот это широкий жест нашей режиссуры. Вот так и Маринеско погубили. Это все, боясь, что лишний орден, лишний букет. Ее боялись снимать, что она слишком мощная. Уделом Фетисовой стали пьесы советских авторов, проникнутые духом революции. Людмила играла их самозабвенно и с азартом, но мечтала совсем о другом. Ей был подвластен любой материал. И, конечно, очень жаль, что она не смогла сыграть Шекспира, Чехова, потому что она была абсолютно чеховской героиней. Ей же действительно при таком даровании не удалось сыграть настоящие классики. У нас лежит книжечка Люсина. Мы давно, где-то 20 лет назад папа показал, говорит, смотри, какая все-таки несчастная актриса и счастливая. 41-я роль Ларисы Беспреданницы. И говорят, те, кто видел, как она репетировала, это был шок. Один актер начал курить, увидев отрывок. Роль Ларисы в Беспреданнице стала одной из последних, которую Фетисова репетировала. Но предстать перед публикой в этом образе актриса уже не смогла. Ну, тут случилась вот эта история с ее головой. Вот это там мне уже столько раз спрашивали, что с мамой. Там такие легенды были, ну, красивые, бредовые тоже, значит. Вот. Потому что она умерла от аневризма головного мозга. Это кроводение мозга. Умерла так довольно, в общем, быстро. Настолько она через себя все пропускала, что, конечно, это тоже не в плюс. Это в плюс идет профессия. Это в плюс идет для образа, для раскрытия образа. А вот что касается нашего здоровья, наших каких-то внутренних ресурсов, видимо, вот у каждого свой какой-то ресурс есть. Она его исчерпала. Бытовало такое мнение, мне говорили, я выступал в одной мощной больнице еще давно, что маме нельзя было быть актрисой. Ну, вот из-за этого ведь она же так же умерла, как потом умрет Миронов. В начале 60-х годов в Театр Советской Армии пришло новое руководство, отношения с которым у Фетисовой не сложились. Актрисе перестали давать новые роли, мешали получить звание народной артистки. Конечно, ее потравливали, завидовали, все это еще и зависть, потому что она никакой антисоветской не была, но это был настоящий диссидент. Вот Люся была диссидентом. Сейчас каждый второй там я диссидент, все это в основном Шушера, потому что не состоялись творчество, если Люся успела состояться, да, его каждый, но она вот была именно диссидентом в хорошем понимании этого слова. то, то, что травля была и то, как она эмоционально на это реагировала, да, безусловно, я считаю, какой-то толчок, видимо, был дан для вот развития этого заболевания, вот для такого ухода ее резкого, потому что все от нервов. В апреле 62-го года труппа Театра Советской Армии собралась для обсуждения текущих дел. Фетисова хотела открыто высказать свое недовольство, но неожиданно ей стало плохо. Бабушка моя, мы жили в месте, она ее почувствовала по-матерински, ее не отпускала, Люси не пущу, мама, я вернусь, и не вернулась. Потом позвонили папе, что с Людмилой Михайловной плохо, он прилетел, и все понял. То, что ее мучили головные боли, это было. Это было. Но вы не забывайте, какое было время тогда. Это сейчас у нас медицина шагнула далеко. Фетисову срочно доставили в институт имени Бурденко. Там она и умерла. Приезжаю в Бурденко и бежит толстая тетка сестра и рвет. Увозите мальчика и все. и папа убила в этот момент не то, что он тоже был непростой парень, что не то, что там умерла любимая жена, во-первых, все понял сразу. Он видел, так сказать, поволоку, вот, и он знал, что этим все кончится, будучи уже приехав к ней после того, как она упала в театре. его поразило, что ревет эта сестра. Он говорит, оттуда же клиенты не выходят, а она ревет. Она жила, как чувствовала. И, видимо, это дало толчок, конечно, заболеванию, которое было. Вообще, она была здоровой физически, вот папа говорил, что очень крепкая. Она прекрасно выросла на такой земле, она хорошо питалась. Вот, вот это внутри у нее сидело и сработало. Людмила Фетисова умерла в возрасте 37 лет. Ее уход из жизни стал шоком для всей театральной Москвы. В последний путь актрису провожала огромная толпа коллег и почитателей ее таланта. Мне много рассказывал и Лев Соломонович, и Сережа, что творилось. Что творилось на кладбище. Здесь невозможно было пройти, была толпа. Рученина, великая актриса, ну, в смысле, русская, из малого театра, она упала на гроб, а тысячи людей были. Почему не я? Ну, они все жили по 100 лет. Алис 37. Ну, что это за 8? Людмила Фетисова прожила короткую, но яркую жизнь. Она узнала успех, славу и простое женское счастье. Она успела сделать, тем не менее, вот за свою очень короткую жизнь, она успела сделать колоссально много. И для театра. И потому, что она дала жизнь двум нашим драматургам. но это не мое мнение, это мнение уже официальное. И то, что она дала жизнь моему мужу, который является великолепным поэтом. на судьбу и везение роптать неизволь, появляясь на свет по закону природы, назначается каждый на главную роль. Она разлетается на эпизоды, ненасытно-бесшумная времени моль, проедает насквозь быстротечные годы, назначается каждый на главную роль. А она разбивается на эпизоды. Субтитры создавал DimaTorzok